Просмотр лучших спектаклей организаторы форума вели в течение всего года. В результате такой селекции были отобраны наиболее сильные и очень непохожие друг на друга театральные работы. 12 спектаклей разных жанров, разных направлений, разных стилей, разных подходов, сделанные молодежными коллективами непрофессиональными, любительскими и профессиональными, и теми, кто сейчас заканчивает профессиональные театральные вузы. В общем, разнообразие полное. В этом форуме ценно то, что он имеет исключительно молодежную направленность. Мало того, что занимается молодежью, понимаете, это, к сожалению, наш бич. Хотя, по большому счету, надо заниматься именно ею, ибо банально мы тоже старые, а они еще молодые. Поддержку в организации форума традиционно оказала администрация жаворонковского поселения и известные меценаты. Юбилей четырехлетний, да, никак не звучит. Четыре года. Вот 10, 15, 20. Я хотел бы пожелать фестивалю, чтобы он долго был, чтобы он растил кадры, чтобы такие добрые, хорошие, культурные соревнования проходили, такие формы проходили, и чтобы рождались, развивались новые таланты. Церемония открытия сопровождалась вручением благодарности учредителям, организаторам и участникам форума. От лица главы района Андрея Иванова приветственное слово произнесла Татьяна Одинцова. Здорово, что молодежь едет в Одинцовский район. Здорово, что у нас есть такой народный театр. Приятно, что фестиваль и форум становятся международным, что к нам приезжают из Прибалтики, из других городов России. Значит, наша молодежь молодцы. Это наша надежда и опора. За шесть дней на форуме будет показано 12 постановок. Главный приз – право сыграть свой спектакль на профессиональной сцене Московского молодежного театра. Итоги работы молодежной театральной площадки в Жаворонках будут подведены 25 февраля. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.